всем привет добро пожаловать на канал талия 60 меня зовут наталья это мой канал о вышивке и сегодня я снимаю итоги февраля февраль месяц у нас не очень-то длинный но тем не менее мне кажется я неплохо потрудилась в этом месяце и сразу хочу сказать что все будут слышно какие-то странные шумы это соседи ничего не могу с ними поделать так первое что я вышла феврале это была вот такая работа от мел хилл кстати я хочу сказать что сегодня у нас 1 марта сегодня первый день весны и он радует нас солнышком я даже прям встала сразу же побежала попила чай и в пижаме сижу снимаю пока солнце есть так здорово я вас поздравляю с первым днем весны и я вышла вот такой ключик от мел хилл заменила основу основу красила сама не попала стопроцентно в цвет но в принципе похоже получилось здесь вот такой прекраснейший красивый бисер которого кстати осталось довольно много и он мне обязательно пригодится других работах и нитки в общем все как всегда это какая-то после одна из последних до выпусков то есть часто много этих ключиков есть вот такие ключики еще зимний осенний наверное летний уже вышел я не знаю но не знаю что еще и замочки вышли вот как-то я не особо интересуюсь этой темой ну так вот и сразу покажу вам готовое изделие это не просто вышитый ключик друзья а уже и оформленный вот здесь вы можете видеть какая основа у меня получилось я ее окрасила сама красителем джинсом который продается в леонардо и я очень довольна тем что у меня получилось я смешивала желтый и немножко зеленого и я думала что мне делать с этим ключиком подумала наверное будет здорово его в рамочку и поставить на стол потому что он такой летний весенний такое настроение создает классная но потом я поняла что я хочу шить конвертик у меня есть вот такая шикарная ткань которая мне напоминает некоторые работы от dimensions такие кафешечки у них есть очень симпатичные во французском таком стиле какие-то пекарни кондитерские и эта ткань вообще такая классная она такое летнее настроение создает посмотрите на эти зонтики на эти стульчики я решила оформить в такой вот прекрасный конверт и ключик потому что мне кажется он сюда прекрасно подходит я показывала в прошлом видео в своем влоге как я шила этот конвертик но это не мастер-класс скорее просто такие отрезочки процесса пошива шить конвертик мне понравилось то что получилось мне в целом понравилось это был мой первый опыт шитья конверта у меня здесь много есть конечно недочетов каких-то косяков но я этого не стыжусь потому что я все пробую я как бы да ну опыт понятно ну вот и я вот такой вот конвертик в итоге сшила сюда прибавила такую весельку симпатичную молния белого цвета у меня было ну то есть я так брала в принципе что есть вот в этот овал оформила дан это не так уж и просто делается как мне кажется но мне понравилось простегала я конечно с обеих сторон здесь у меня вот такая спокойная более ткани ну как бы ни одна тонна от к более как бы спокойного тона сюда пришила вот такую штучку ручная работа мне нравится вообще я очень довольна результатом такой миленький прям вот конвертик внутри вот так вот сделала а шов обработала вот таким образом дело в том что я решила не по каком-то конкретному мастер-классу или уроку я просто посмотрела кучу разных видео на youtube и сшила то есть по сути я делала из головы и вот так вот помня что какие-то моменты я взяла из разных видео и у меня конечно здесь все не идеально но я учту в будущем свои ошибки и потому что мне понравилось шить конверты обязательно буду шить еще и вот у меня получается он складывается еще вот так он очень вместительный не получается такая вот сумочка я этого не планировала это вышло само собой но мне нравится по моему здорово так можно какой-то маленький процесс сложить вообще сюда помещается много всего у меня довольно вместительный он получился этот конверт не что могу положить и пяльца такие сантиметров 20 на 20 нитки и магнитик и ножницы но смотрите по сравнению с мелхиллом вот так вот да я кладу там много чего помещается вот так что такая вот красота у меня получилось очень простите это вот это веселька она так стукается обо всем так положу вот как-нибудь я конвертик сюда он красиво выглядывал так следующее что я вышла и закончила чему я очень-очень рада это вот такая вот прекрасная работа от dimensians love sampler я уже рассказывала много раз эту работу начинали с катерина стич но катя почему-то не хочет пока высевать эту работу а я подумала ведь 14 февраля же будет нужно что-нибудь вышить такое милое сердечное а потом вспомнила что у меня есть значит и это цемплер ну зачем я буду начинать если можно его закончить и действительно я его закончила он вышивается быстро легко ну не везде приятно скажем так но в целом было прикольно его вышивать вообще он по ключу вышивается в 3 нити но я его немножко переделала то есть я начала вышивать в 3 нити вот эту рамочку из роз мне не понравилось но я уже не стала перешивать и поэтому рамочку я дошила в 3 нити а всю середину вот все что посередине есть я жила уже в 2 и результатом я довольна здесь конечно шикарные цвета такие нежные весенние летние то что надо вот то что надо в феврале нужно не смотреть в окно на смотреть вот в такую вышивку вот и у меня не было набора то есть у меня была схема и я по этой схеме вышла нитки я покупала вконтакте это нитки dimensions оригинальные вот и у меня осталось кстати очень много ниток надеюсь они мне пригодятся на какие-нибудь еще работы dimensions подбором потому что мне кажется действительно к весне такое вышивать вот когда на улице такая слякоть еще да вот февраль январь-февраль то такие работы они немножечко спасают тебя от уныния как мне кажется вот и никак я не сфотографирую этот семплер потому что все время было пасмурно но вот сейчас солнце еще пока высоко светит я надеюсь что я красиво пофотографирую работы и выложу их везде где только можно вот что тут еще сказать я даже не знаю что добавить работа прекрасная как я ее оформлять буду я вообще не представляю думаю может быть в подушку было бы неплохо но не знаю пока пока она просто полежит в рулоне я думаю это тоже неплохо ведь я достаю периодически эти все работы рассматриваю их так следующее что я повышевала это был вот этот сэмплер от бренда гирвейс я буду говорить гирвейс я уже говорил потому что так мне просто удобно и дизайн дизайнер бренда гирвейс это просто она меня околдовала вот правда так мне нравится от нее почти все вот я не знаю это какое-то безумие просто я хочу все скупить именно благодаря этой работе она вышивается очень легко приятно на тридцать шестом каунте в одну нить я вышиваю схемы у меня нет я уже говорила оригинала схемы но у меня все нитки по ключу оригинальные кроме вот красного вот этого красного цвета в домике он у меня вышивается шелком но просто не было той нитки по ключу и поэтому я нашла у себя такой ярко-красный шелка мне он очень нравится я что могу сказать но я думаю вы сами все видите она такая изящная эта работа мне кажется и очень такая теплая эти ягодки красные конечно просто шикарные как мне нравится я здесь конечно допускала ошибки вот в домике некоторые ошибки у меня были поэтому немножко мне пришлось его распарывать там в общем подгонять но это никто не заметит даже я думаю и все здесь хорошо с этим домиком в принципе половина сэмплера у меня уже выше то не осталось еще половина но шьется быстро вот я говорю очень быстро шьется я даже где-то наверное в душе понимаешь что я растягиваю удовольствие потому что настолько он мне нравится и я его конечно обязательно дошью не знаю когда он мне как такая вот вкусняшка легкая его достаю по чтобы и откладываю беру какую-то другую работу основы здесь я красила сама теми же самыми красителями джинсом серый серого цвета вот краска была серая у меня в одном из видео я тоже показывал в принципе вот такая вот прекрасная работают еще сама на нее смотрю мне она настолько нравится на обалденная так следующую работу которую я начала и очень быстро закончила вообще не ожидала даже этот сны это вот такой сэмплер называется friendship очень красивый сэмплер который трудно передать камерой потому что здесь такие цвета невероятные просто вот немножко как будто передается ну как вот вам показать чтобы это было красивое солнце как назло спряталась ну ладно что имеем то имеем значит вышивала я можно сказать подбором да потому что здесь у меня сердечки с алиэкспресс я их брала стеклянные сердечки принципе по ключу здесь такие сердечки и идут нитки почти все по ключу нет все ну там где mc у нас и один цвет вот такой шелка вот и здесь вот видите с переходами используется вообще там в нем есть синий цвет но он мне не достался в первом отрезке но я не стала уже разрезать на много отрезков думаю ладно пусть будет такой конечно шелком вышивать это отдельный вид удовольствия очень приятно вышивать также я заменяла здесь бисер мелхилл вот этот голубой здесь по ключу шел такой темно-синий бисер сейчас я вам покажу кстати бисер который здесь в ключе указан так смотрите вот по ключу у нас тут идет бисер под номером 007 777 и это такое конфетти то есть здесь у мелхилла вот прям так в коробочке и продается этот бисер вот такой разноцветный и синий вот этот темные во первых у меня мало было его во вторых мне не очень нравилось что он такой темно-синий как ну как бы он на таком нежным сэмплере мне показалось это будет не очень красиво поэтому я заменила вот на такой 0 168 и осталась очень очень довольно ну остальные бисеринки я брала отсюда из этого бисера там используется только розовый сиреневый получается и вот да вот этот темно-синий и вот нитка шелковая которая была здесь тоже по ключу видите здесь есть такие голубо-синие как бы сегменты но в первом отрезке мне он не попался ну ничего страшного покажу вам поближе сердечки у меня их еще много вот такие сердечки очень классные покупайте на алиэкспресс там есть разные цвета какие угодно никто никогда не догадается что вы вышли это все не по оригинальной с оригинальным паком вот все прекрасно выглядит здесь также использовалась аппетит который я не люблю но видимо мне придется его полюбить потому что он не часто попадается в последнее время но в целом вот здесь на двадцать восьмом каунте аппетит было вышивать не так уж и сложно и здесь я написала свои инициалы и год в котором вышла эту работу это такой милый сэмплер он посвящен дружбе не знаю кому-то какому-то другу посвящался но я просто вышел его просто так потому что он мне очень очень нравится и парные к нему еще есть я не знаю парный он или нет но для меня это так rose hearts катя катерин стич вышивала я обязательно тоже буду вышивать его он на таком розовом не вышиваются но и это просто такая нежность ну еще раз вам покажу я обалдею от него мне очень нравится вот этот шов вот здесь все очень очень легко вышивается но может быть за исключением нет эти цветочки тоже несложные очень легко все вышивается так следующая работа которую я покажу вам это мое такое маленькое новое хобби можно так сказать это так вот такая коробочка сейчас я вам открою ее сюда я организовал может уже кто-то догадался свой японский петчворк сюда я сложила ткани которые купила на выставке вот для японского петчворка вот так у меня все лежит и здесь красота вся и я начала шить в такие вот многоугольнички такие гексагоны они называются ну и не знаю шестиугольники как хотите называйте начала я вот такие вот шить а значит для чего они мне нужны пока что я шел только 20 штук но потихоньку так вот под настроение я беру и шью такие вот многоугольнички я потом буду их собирать в полотно то есть вот так вот сшивать вот так и у меня будет получаться полотно я не буду скорее всего следовать какой-то инструкции да то есть соберу просто как мне в таком расположении в хаотичном просто как мне нравится вот и я хочу сделать коробку это пока еще такие как сказать ну не ближайшее будущее это все сбудется то есть потихонечку я просто делаю а там уже будет видно что я хочу у меня есть коробка такая с под рафаэллы я думаю все знаете круглая и вот и я на основе этой коробки хочу сшить принципе такую же коробку но боковые части у меня в боковая часть у меня будет идти вот из такого полотна вот так мне хочется верхняя часть я еще не придумала то есть я возможно буду шить с домиками посмотрим но я все делаю не спеша постепенно вот когда мне вот хочется простите упал хозяйки когда мне хочется я достаю вот эту вот коробочку и занимаюсь японским печерком я никуда не спешу потому что это такое занятие нужно аккуратненько все делать все сшивается вручную здесь швейная машинка не участвует никак поправим едем дальше и вот еще покажу вам только не смейтесь пожалуйста это мой первый опыт это вот такой вот котик это первая моя аппликация в стиле японский петчворк тоже видите я нарисовала круг потому что думала сначала что оформлю в коробку его но пока решила подумать еще но кстати может и оформлю значит что что я сделала я нашла вот такого вот котика увидела просто такую аппликацию я вдохновляюсь японским петчворком на пинтересте там много очень картинок много интересностей и я увидела такого котика кто-то сделал и мужику я ну и нарисуй мне пожалуйста вот такого котика ну плюс у меня с пропорциями не очень хорошо явно и не скажу что вообще хорошо рисую но мне нужно было вот контуры чтобы он нарисовал и потом из этого рисунка вырезаются детали то есть вот ну можно их пронармировать там отдельно штанишки отдельно свитерок рукава голова там и так далее я все это сделала и вот аккуратненько попыталась пришить вот все по технике как и положено конечно это первый раз и соответственно здесь есть косяки местами где-то у меня видны нитки местами где-то вот да так скомкалась немножко ткань но понятное дело это первый раз вот штанишки мне кстати кажется я отлично пришила вот такую кофту клетчатую здесь вот немножко я косякнула я не знаю почему я ему щеку немного зашила нужно чтобы она была чуть чуть более скругленной как с этой стороны но немножко я до накосячил ничего я говорю это первый опыт его еще нужно как бы обшить вокруг по контуру ну как бы чтобы придать ему объем вот здесь вот все это прошивается то есть там это еще не закончена работа иногда еще подкладывают какую-то мягкую ткань сюда для того чтобы было более выпукло но в целом мне кажется получил забавная вещица ну для первого раза я считаю неплохо справился эти довольно быстро я за полдня это все сделала вместе с вырезанием детали и так далее вот эти мелкие детали вообще нелегко конечно пришивать но можно приноровиться я думаю что если делать то каждый раз будет получаться все лучше и лучше что вы думаете об этом напишите пожалуйста так дальше дальше что еще вам показать принципе все я вам показала уже но я хочу немного затронуть и планы на будущее а и рассказать одну смешную историю позорную которая со мной вчера произошла давайте я вам расскажу немножко про свои планы первонаперво так как сегодня 1 марта то прям сегодня я сажусь вышивать викторию сэмплера там буду сегодня начинать я все себе написала организовала я участвую в спс это работа уже выложила фотографию в группе вконтакте в лен бродере так здесь у меня ключ который я себе сделала ну потому что у меня замены там идут и смотрите я теперь видите какая крутая я теперь оверложу ткань обалдеть я сама в шоке вот меня стоит оверлок уже два года да а я вот только сейчас решила дай-ка я обработаю края и пошла и у многих у многих ткани обработала почему я решила здесь это сделать потому что у меня здесь запас небольшой по краям не знаю почему такая жадина купила небольшой кусок поэтому чтобы он не сыпался здесь у меня вот столько где-то отступ всего лишь будет я решила обработать здесь у меня собраны все материалы вот здесь также присутствуют вот такие остатки потому что схема досталась мне от лены ветра вылен тебе привет если смотришь и эти остатки также мне достались некоторых остатков мне хватит хватит я посмотрела специально чтобы вышить в верхней части вот в тетушек вот этих принципе там не так хватает ну посмотрим чего это хватит чего-то не хватит я буду заменять все замены у меня уже готовы может быть не все здесь будет использоваться вот поэтому вот здесь вот у меня перле тоже другого цвета не по ключу что как как говорится что нашла до что наскребла по с усеком вот очень хочется мне викторию эту вышить все буду вступать в сп буду вышивать и обязательно вам рассказывать вот поэтому это уже можно сказать не план это уже вот сейчас я с вами договорю и пойду начинать так следующая работа которую очень хочу начать это же скорее всего ближайшее время начну это вот такая вот прекраснейшая работа элизабет шеффилд вчера читала кстати немножко о ней не знаю насколько достоверная информация что с этого сэмплера можно сказать началось открытие в принципе вот этого направления сэмплеров то есть его нашли когда на старинный вот этот центр а он действительно старинный 1784 год ну как бы вообще больше двухсот лет ему получается да да и он как бы задал вот это вот вот этот тренд можно сказать на то чтобы собирать вот разные такие сэмплеры искать их находить ну вроде как будто бы он один из первых был которые начали изучать но не знаю насколько это правдиво но я еще почитаю буду вам если что рассказывать так ладно не будем останавливаться долго я очень хотела вышить этот сэмплер на тридцать шестом каунте в принципе по ключу там так и идет 35 36 35 вот я вчера достала позавчера достала ткань и решила покрасить чаем очень красивый кстати цвет получился вот видите опять все поверло жила вот но он у меня единственное немножко с пятнами но это не страшно вот но я на нем не буду вышивать сейчас расскажу почему значит я этот кусочек покрасила все дела тогда потом поглазил дом какой-то он маленький думаю вот какой-то он маленький мне нужен был кусок 40 на 50 вот а я нашла у себя пакетик да вот этот вот на нем написано было 50 на 70 но я думаю ладно пусть будет 50 на 70 больше не меньше и значит я покрасила там все дела и думаем какой-то он маленький для 50 на 70 и я его измерила и что я вижу 49 на 35 у меня было там да ну плюс-минус ничего себе а я покупала этот кусочек у шелковой нити я обалдела думаю неужели они меня обманули не могла ткань сесть у меня в два раза можно сказать я так расстроилась так разозлилась вы не представляете себе но я была уверена что я не брала с этого кусочка что вот у меня как написано так и есть я разозлилась и я написала шелковой нити что вот так и так я покрасила ткань я измерила получается вы не дорезали они говорят у нас таких не не может такого быть просто такого не может быть посмотрите может вы отрезали от него половину и я говорю нет такого не может быть а потом села и думаю а когда я его купила в общем я все обмозговала и поняла что действительно я отрезала от него половину на сэмплер как раз таки вот с красными ягодками я сопоставила все числа когда я купила когда я начала этот сэмплер и получается что да действительно я отрезала половину и забыла представьте я наехала на людей вообще просто глупость несусветная ну конечно я написала шелковой нити я извинилась сказала что это простите я все мне так стыдно стало но вы знаете не стыдно извиниться если действительно ты не прав но они мне конечно ответить все в порядке приходить за покупками но это конечно вообще подумали сумасшедшая какая-то женщина бешеная пишет тут ужас вот поэтому я пошла взяла уже нормальный кусок покрасила его еще раз чаем но такой классный есть чай крепко заваривается вот он меня уже заканчивается к сожалению и вот покрасила но все равно здесь видите такие пятнышки немножечко я не знаю почему когда чаем красишь появляются небольшие такие пятна но на предыдущем куске пятна они еще больше но цвет какой получился я просто тащусь от него очень мне нравится прям то что я хотела вот и вот такие нитки мне кажется будут на нем смотреться давайте я высыплю здесь у меня идет шелк аверосуа четыре цвета видите как здорово на этом цвете будет смотреться такая нитка и остальное dmc вот некоторые может быть немного сольют но это не страшно потому что это же как бы старинный до сэмплер вот так ладно это все побросаем есть что еще у меня в планах еще хочу к 8 марта вот это повышевать на картоне друзья да я созрела переклинила меня теперь хочу на бумаге вышивать все они как я этот наборчик не начну вот планирую поехать маме на 8 марта и возьму наверное его с собой потому что мне кажется его будет все удобно вышивать так станка там нет поэтому все на руках и к пасхе я решила расчехлить вот этот свой единственный набор от шепард душ который я так храню просто его так храню ребят ну все уже хватит его хранить надо его вышивать здесь уже все бери и вышивай вот нитки на органайзера сложи и вышивай себе спокойно вот очень приятная такая работа шелковые нитки к пасхе самое то вообще мне кажется к пасхе вышивать такие сюжеты это очень приятно потому что они легкие потому что они нежные очень и создают такое классное настроение и надеюсь что к тому времени уже будет тепло растает снег будет классное настроение вот поэтому друзья вот такие у меня планы принципе я вам все рассказал показала напишите мне что вам больше всего понравилось что вы думаете о моих опытах с японским петчворком пока таких неуклюжих но все равно мне кажется что лучше потихонечку начинать пробовать чем не пробовать вообще пусть это не получается сначала но когда-нибудь обязательно получится все на этом я буду с вами прощаться до встречи в следующих видео спасибо что пришли на эфир это было очень здорово классно посидели знаю что многие из вас не выдержали два часа я понимаю это трудно я сама не смотрю мне самой трудно смотреть очень долгие такие видео и эфиры но что поделаешь вот такие мы болтушки ладно я с вами прощаюсь до встречи следующих видео и всем пока